Здравствуйте! Вот в прошлый раз у нас что-то было про границу с непознанным, а теперь у нас страх перед неведомым. Знаете, о чем речь пойдет? Понимаете, как получилось? Получилось так, что мы сейчас с вами не только с биологией должны проститься, собственно говоря, в прошлый раз мы такую тему непосредственно с биологией связанную обсудили, а должны, в общем-то, проститься со всем естествознанием. Пора и честь знать, как говорится. 130-я передача вот из этого цикла, как добраться до сути во всей этой мути. Вот туман я перед вами пускаю уже 130 академических часов. Кошмар. Что я хочу вам сказать. Есть такое слово, очень хорошо знакомое людям моей эпохи, диалектический материализм. Вот так звучит достаточно нейтрально. И есть слово еще такое, которое звучит очень, по-моему, эмоционально окрашено. Звучит, ну, так. Научный атеизм. Вот. Что это такое то и другое, и чем они друг от друга отличаются. Ну, вот научный атеизм, насколько я понимаю, в 20 веке был элементом, скажем так сказать, необходимым элементом для формирования настоящего подлинного коммунистического мировоззрения. Вот так вот, как-то я так вот сказал, по казенному, по старому, по крайней мере, насколько я понимаю, программа КПСС, устав КПСС содержал, значит, положение о том, что коммунист должен вести антирелигиозную пропаганду. Кстати, устав ВЛКСМ такого не содержал. Мы вроде как могли еще заблуждаться, могли еще верить. Вот так КПСС четко совершенно. Ну, ладно, мы, собственно, сейчас не об антирелигиозной пропаганде. Нет, хотя, собственно, и они тоже. Как возникла вот эта идея атеизма, отсутствия Бога? И насколько она, скажем так, может быть научной? Вот эта вот идейка. В прошлый раз мы с вами говорили о происхождении видов путем естественного отбора. Замечательное занятие, происходить видом путем естественного отбора. И из долгих моих рассказов в прошлый раз хотелось бы, чтобы у вас сложилось такое впечатление. Виды-то вроде как происходить могут, но до конца не ясно. До конца не ясно, как это так могут появляться виды, очень существенно, принципиально отличающиеся друг от друга. То есть вот эти вот скачкообразные преобразования видов наука, в общем-то, до сих пор не наблюдала. Это было медленное, постепенное происхождение видов. Ну, некоторые зоологи говорят, что вот этого наука не наблюдала. Другие говорят, что да, был такой случай. Мыши, которые приехали в новый свет из старого света на кораблях, значит, европейских поселенцев, они в своих кишечниках привезли кишечных паразитов своих, европейских. Так вот, попав в новый свет, у этих кишечных паразитов образовались новые виды. Вот, новые виды произошли от видов старых, завезенных из старого света, то есть из Европы, Африки и Азии. Вот, ну, вот такие вот слова вроде как вот произнесены были. Но дело не в этом. Ну, наверное, происходят виды путем естественного отбора. Даже Ватикан там в какой-то, у них есть энциклики у католиков. Я ни в коем случае не шучу, не подшучу над католической религией, но они там иногда определяют. Такие вот в этих документах, подписанных Папой Римским, определяют, вот как следует понимать тот или иной вопрос. Например, они говорят, что действительно, да, вот Божье участие в творении человека заключалось в том, что человек произошел путем естественного отбора. Вот так вот человек был сотворен. Вот так, по крайней мере, мне цитировали вот эти вот католические документы. Вот за что купил, за то и продаю. Может, меня тоже обманули. Вот. Ну, ладно. Когда появилась идея о том, что Бога нет? Это принципиально или не принципиально для науки? Есть Бог или нет Бога? Я вот по этому поводу всегда вспоминаю замечательный фильм советский «Берегись автомобили» Донатус Банионис. Там играет некого прибалтийского пастора, который покупает у Деточкина угнанный им автомобиль в Волгу. И тот его спрашивает, Деточкин, Бог есть или нет? А Банионис ему отвечает, персонаж Банионис. Ну, говорит, одинаково недоказуемо как существование Бога, так и его несуществование. Вообще смелая достаточно фраза для тех времен 60-х годов, потому что в истории нашей Родины, советской истории нашей Родины, вот последний этап такой вот борьбы с религией как раз пришелся на вот период позднего Хрущева, когда мы собирались развернуто начинать строительство коммунизма, ну и вроде как этот пережиток как религия, но в коммунизме совсем было ни к чему. Была такая последняя, так сказать, вспышка борьбы, такая активная, в том числе идеологическая. Ну и так вот, я в этот период как раз рос. Естественно, интересовался новинками литературы, научно-популярной. И вот антирелигиозная литература существовала в ту пору. И, вы знаете, обращайте на себя внимание, полное отсутствие воспроизведений какой-нибудь классической антирелигиозной литературы 18 века. Эпохи Вольтера, Дени Дидро, вот этих всех вот великих ученых-просветителей-энциклопедистов. Нет ее и все тут. Пожалуй, из старых авторов был один только француз Лео Таксиль. Это 19 век. И Лео Таксиль, он, скажем так, критически разбирал, немножко-то как-то юмористически, с таким вот французским юмором, разбирал Евангелие. Ну, надо сказать, что в ту пору нам вообще Евангелие доступно не было, оригинал-то. Ввести за границей Библию, это считалось преступлением. Вот. А свои Библии вроде как издавались, а даже можно было в библиотеке Ленина взять ее и почитать. Но вот так вот купить в магазине, это даже в церкви-то нельзя было купить. Вот. Так вот, на этот разбор, собственно, почему булгаковский мастер Маргарита очень всем в душу запал, потому что там, в общем-то говоря, был какой-то, какая-то видимость некого апокрифа, да, евангельского. Некое такое вот вольное изложение с прибавлениями, добавлениями и изъятиями. Вот такой вот называется апокриф. Так вот. Вот. Евангельский. А вот тех классиков эпохи, значит, 18 века нет. Стал я выяснять, кто же, откуда все пошло. Замечательный автор такой у нас был, так сказать, Погодин, пьесы про Ленина писал, человек с ружьем, кремлевские куранты. И вот такая сцена в кремлевских курантах, если инженер Забелин на базаре торгует спичками. Спички серные, довоенные, фабрики Лапшина. А вот тут, значит, фон, базар, все эти рыночные торговцы, торговки. Вот один торговец книгами говорит, значит, кто интересуется новинками антирелигиозной литературы? 200 анекдотов из половой жизни графа Разумовского. Вот на такую фразу говорится. А новинки антирелигиозной литературы, почему-то анекдоты из половой жизни какого-то графа Разумовского. Ну, интересно, почему это так? Так вот, оказывается, все те люди, которые в 18 веке писали антирелигиозные сочинения, ну, не осмеливались, они открыто писать такой вот, какие-то безбожные трактаты. Открыто писалось только, извините меня, в чисто порнографических сочинениях. Маркиз Де Сад. И вот в постсоветское время стали издавать, причем стали издавать такими предисловиями. Да, Маркиз Де Сад это порнография, но это классика. Действительно, вот какова структура этих произведений? Извините, я вам сейчас начну рассказывать, если кто не хочет слушать, убавьте звук, как говорится. В чем структура этих произведений классических? Значит, описание сцен, как это бы сказать-то, непотребство всякого, причем даже для современной порнографии нехарактерного. И промежутки между этими сценами, когда персонажи отдыхают, набираются сил, значит, какие-то философствования. Философствования такие, что вот типа вот Бога нет, и там через слово мат-перемат, и там какие-то такие философские обоснования действительно далеко идут. То есть, естественно, в 60-х годах не могли такую вот вещь воспроизвести нам, как некое антирелигиозное сочинение. Потому что сразу было понятно, откуда она пошла, антирелигиозность вся эта. Антирелигиозность вся эта пошла из развеселого, куртуазного 18 века. Идею отсутствия Бога на земле, это не знаю даже, кто и придумал. Это было когда-то так давно. Я не думаю, что это даже античные греки придумали. Эта идея сама собой существовала. Вот есть Бог, и как антитеза ему Бога нет. Это все очень просто. Все очень очевидно приходит в голову. Так вот, она оказалась очень востребована в эту самую эпоху просвещения. Просветители все. Вот я вас сейчас с ними познакомлю. Вольтер, замечательный такой вот человек, очень плодовитый писатель, просветитель. Вообще-то он был сыном своих родителей, но выдавал себя за некого незаконно рожденного сына, какого-то там обнищавшего шевалье. Ему так было более престижно почему-то. Вот он, Вольтер. Вольтеровское кресло, знаете. Он был, он большой очень жизнь прожил, очень в пожилом возрасте. Умер во флигеле у себя в саду. Вот уже выживший из ума. Вот умер у себя во флигеле в саду. Вот такой вот Вольтер. Излюбленный персонаж. В переписке состоял со всеми сильными мира всего. С королем Фридрихом, с императрицей Екатериной Второй. Вот такой вот уважаемый человек. И его церковь мешала ему его похоронить. Все-таки удалось его за пределами Парижа похоронить в церковной земле. Все-таки удалось им его похоронить за пределами Парижа в церковной земле. Удалось таки. Вот это единственный персонаж, который, я могу сказать, вот это вот наш. То есть математик. Вот полюбуйтесь на него, на математика, на нашего. Это Деламбер. Деламбер, он математик. У них у всех, вот у остальных особенно так характерно, из простых происходит. Вот Дени Дидро, главный редактор энциклопедии. Был такое издание, замечательное энциклопедии. И вот Руссо. Руссо. У всех у них одно общее свойство. Они все поднимаются куда-то снизу вверх. При всем при этом они не стесняются в средствах, используя в основном связи с состоятельными женщинами. Им всем покровительствуют некие состоятельные женщины, которые не только их материально обеспечивают, они вводят их в свой салон. Это такой интеллектуальный кружок, где собираются люди о чем-нибудь поболтать. И вот этот вот бедный человек, он, значит, приобретает некую популярность, некую известность. Без публисити нет просперити, так, по-моему, американцы говорят. Ну, как по-французски звучит, это не знаю. Но смысл тот же самый. Вот. Смысл сохраняется. Вот они все эти люди. И они были не единственные, были менее значительные фигуры. Это все-таки большие фигуры, значительные, оставили след философии. Были люди попроще, сами понимаете. У них у всех одна была проблема. Как им... А это были люди из такой вот католической, некоторые из протестантской среды. В этой среде, в этих средах был очень важен такой элемент вероучения, как воздаяние за грехи. А поведение их явно было грешным. Ну, как вот подняться из грязи в князя, не замаравшись? Это невозможно. Всегда какие-то такие нехорошие поступки. А потом, если нельзя, но очень хочется, ну, как же вот себе отказать в какой-то вот такой вот необыкновенной радости, которую другие себе доставляют. Эпоха такая была, очень игривая. Ну, я как-то рассказывал, что в ту эпоху очень считалось целомудренным человеком, у которого только две любовницы. Вот это считалось прямо верхом целомудрие. Ну, представляете себе. Какие были времена. О времена, о нравы. А как успокоиться себя? Как успокоиться себя? Как избавиться от идеи вот этой вот воздаяния за грехи? А в общем, просто Бога нет. Потому что наука тут кругом развивается. Электричество получают. Газовые законы исследуют. Паровые машины строят. Вот-вот пароходы побегут. Еще несколько десятилетий паровозы застучат по рельсам. Знаешь, какая прелесть-то? А все это детище науки. Наука все может объяснить. Вон оно. Карл Линей всех он проклассифицировал. Уже появились идеи о происхождении видов. Идеи появились. Вот появились какие-то идеи. Ну, вот все, нет. Вот надо отказаться от идеи Бога. Прежде всего, собственно говоря, возникла эта гипотеза, что Бога нет. Ну, потому что отвечать не хочется за грехи. Помните, у Достоевского такая тема очень развита. Такими вот определенными персонажами, которые во многих его произведениях появляются. Что нет Бога, значит, все дозволено. Вот почему нужен Бог. Чтобы мы друг другу, значит, нет Бога, значит, будет сплошное хамство. И все такое прочее. Вот. Вот надо вот по этому обходиться вот каким-то образом. То есть, Бог как носитель некой морали. Наука от морали немножко отделена все-таки. Наука и мораль связаны очень опосредованно, длинной цепочкой. И услужила тогдашняя наука службу атеизму. Ну, придумали идею, ну, что мир никогда не происходил. Все, все успокоились. Пусть вот все эти звездочки горят, солнце светит, планеты крутятся вокруг Солнца. Мы тут живем. Не нужна идея Бога, да? Как-то Наполеон спросил Лапласа, который, значит, подарил ему книгу с изложением его модели образования солнечной системы с газополевой туманности. Модель математическая, с выкладками, с вычислениями какими-то. Ну, сейчас бы это назвали так некий модельный расчет, так сказать, качественный расчет. Вот такая качественная модель намекает, в принципе, на возможность происхождения, значит, солнечной системы вот из газополевой туманности. И спрашивает его Наполеон, а где же у вас тут Бог? Я не вижу в вашей книге Бога. Он говорит, я в этой гипотезе, говорит, он не нуждаюсь. Вот так сказал великий Лаплас великому Наполеону. А вы знаете, собственно говоря, в науке гипотеза отсутствия Бога как раз в XVIII веке появилась, что Бога нет, что все может обойтись, значит, без Бога, все, что можно описать. Гипотеза, надо сразу сказать, вам очень смелая. И то, что она живет уже 200 с лишним лет, это явное следствие каких-то, ну, скажем так, ненаучных, скорее политических желаний людей. Вот хотят они, чтобы вот не было Бога, и все тут. Ну, давайте так последовательно пойдем. Вот была идея, мир вечен, да? Сразу появилась мысль, хорошо, мир вечен, закон сохранения энергии тут под ногами стал путаться, почему светит солнце? Ну, стали думать, ну что, уголь, что ли, там горит? Ну, это же невозможно, сколько уж кислорода там не хватит на солнце для горения угля. Может быть, это была самая такая вот последняя физически обоснованная гипотеза до, значит, времен, скажем так, середины XX века. Значит, солнце сжимается, при этом оно нагревается. Ну, за счет гравитации, гравитационное сжатие нагревается, вот оно светит. То есть, конечное время свечения солнца, конечное время свечения звезд, получается, потому что они тоже, если сжимаются, пришли вот к такому парадоксу. Как выйти из этого парадокса? Придумали идею. Значит, получается, что мир не вечен, что мир был когда-то создан, раз звезды до сих пор светят. А идея была такая, называется ее, как сказать, антропный признак, принцип. Антроп, антроп, человек, антропный принцип. Вот, говорит, вы все это видите, все эти звезды, которые светят, сжимаясь. А если бы этих звезд сжимающихся не было, солнца в частности, вы бы тут не жили на этой земле, ну, тепла бы вам не хватило. Значит, само сжатие солнца является вашим необходимым условием вашего существования. Вот, если бы солнца не было, если бы это случайно не произошло, как-то случайно собрались молекулы в это место, случайно начало солнце сжиматься, загорелось, и вы тут стали по планете бегать тут, понимаете ли, камни собирать из ракушек, ожерелье делать, и потом, говорит, дошли до Великой Французской Революции. Вот, дожили. Вот, поэтому не было бы вот этого случая такого. Это вот необходимо, да. Значит, как-то вот есть у вас автомобиль, вы его в лотерею выиграли. Вот, если бы не выиграли в лотерею, ну, этого случая не произошло бы, не было бы у вас автомобиля. Ну, вы в автомобиле едете, вот, сам факт езды вашей на автомобиле, он определен тем, что вы его выиграли. Хотя это редкий очень случай, выиграть автомобиль в лотерею. Очень редкий случай. Ну, бывает. Ну, так и это вот. Еще реже, но бывает. Правда, тут сразу эта гипотеза опять столкнулась, в тупик зашла. Ну хорошо, наше Солнце для нас горит, мы без него не можем. А вот те звезды, что в миллиардах световых лет от нас, они нас никак не влияют. Мы о них совсем недавно узнали, когда новый телескоп построили. Они-то зачем нам нужны? Они-то там зачем собирались и загорались в этом мечном космосе? Но более того, где-то в 17-м году это случилось, 1900, была создана теория относительности общая, из которой следовало, немного погодя это произошло, следствие было найдено, что время имеет начало. Есть такой момент, как есть у температуры абсолютный ноль, ноль градусов Кельвина, так и у времени есть абсолютный ноль. Момент творения Вселенной. О нем я вам говорил. Опять же оказалось, мир сотворен. Мир сотворен оказался. Ну вот, как вот отнестись вам? Вот попробуйте так изобразить из себя ученого. А может вы и в самом деле ученый. Гипотеза, которая существует сто лет. И все эти сто лет, она постоянно попадает в просаг. Гипотеза как научная гипотеза. Не просто как лозунг, нет Бога, я на что отвечать не хочу. А просто как научная гипотеза. Нет Бога, значит мир не сотворен. И вот постепенно все это рушится, рушится, рушится. Вы новые придумываете объяснения. Вот почему опять оно рушится. Ну, такой гипотезе давно бы уже отказалась наука. Нормальная наука от такой гипотезы отказывается. А вот вспомним, как эти времена были. У меня нет, к сожалению, портрета Маркиза де Сада. Вот, по-моему, истинным, так сказать, литературным, скажем так сказать, творцом атеизма был как раз Маркиз де Сад. Личность совершенно фантастическая, в общем-то. Сейчас к ней самые последние его произведения, написанные еще в начале 19 века. Он умер в 1814 году. Вот. Они были опубликованы в 30-е годы 20 века. Только тогда стало возможным. Уж до того они были вот неприличные. А сейчас это классика. Нам говорят, читайте классика. Скоро, глядишь, в школе будут изучать. Так вот, просто анекдотическая личность. Его посадили в Бастилию еще тогда при Людовике. Посидел он там, посидел в Бастилию. А там сидеть было, говорят, хорошо таким людям. Это была тюрьма для очень привилегированных заключенных. Скажем так, по-нашенски, по-простецки, королевские апартаменты там такие были. У него там тоже были апартаменты. Он там писал, пил тонкое вкусное французское вино. И он что-то там из окна кричал публике и подстрекал ее, значит, взять Бастилию и освободить заключенных. Он еще и с публикой играл, с прохожими. Ну вот. Но кончилось тем, что его отправили в психбольницу. А толпа действительно взяла Бастилию. Помните праздник из такой французского народа? Взятие Бастилии. Взяли Бастилию, разорили его комнату и часть его рукописи пропала. Вот мы не все его порнографические произведения можем теперь прочитать в полном собрании сочинений. Вот так вот. Когда началась революция, его отпустили. И он стал политическим деятелем. Уступал с призывами. Какими-то самыми необыкновенными. Призывами, собственно говоря, к сексуальной революции. То есть вот эта вот идея революции социальной, политической революции, она переплелась в ту пору, наверное, не только в уме у Маркиза де Сада, в уме с революцией сексуальной. Надо было... Он призывал, вот, говорит, построим новое общество, в Париже откроем специальные дома, туда соберем мужчин, женщин и всякую иную тварь, и чтобы каждый мог прийти и его, значит, получить удовольствие. Ну вот... Совсем больной. Он и при этой власти загремел в сумасшедший дом, окончательно при новой власти уже, потому что не выдержали его. Наверное, действительно у него было не все в порядке с головой. Но вот от него все это и идет. Вот от таких вот писателей, как он, от таких призывов, необузданных, не совсем нормальных, идет атеизм, к сожалению. Потом он принял какую-то такую вялотекущую форму, рядился в одежды науки. Но эта гипотеза непроверяема. По крайней мере, вот на уровне персонажа Донатаса Баниониса, вот эта фраза очень четкая. О том, что недоказуемо отсутствие существования Бога. Понимаете, оно никогда не будет доказано. Потому что процесс нашего познания, он не прекращается. Мы же сегодня заключительная передача в цикле неких таких познавательных передач для плохо обучаемых, да, этим наукам людей. Не любят которые, да, эти науки. Все время будем расширять круг познания. Мы объясняем себе, как там устроено атомное ядро, но не знаем, что это за силы, которые действуют между наклонами, которые в него входят. Мы объясняем себе структуру, скажем, систематику мира живых существ, но до конца не можем объяснить себе, понять, вот так сказать, смоделировать четко, как это огромное количество живых существ таки появилось. Вот такое разнообразие как могло возникнуть, как могло много-много раз. В общем-то говоря, несколько миллионов раз произойти такое принципиальное дробление видов на появление видов принципиально отличающихся от своих предшественников. Не можем мы себе этого объяснить. Когда-то, может быть, найдем. Вот мы, это мы человечество, не мы вот кто-то конкретно, мы человечество подошли уже к этой проблеме, заглянули, что есть, оказывается, у нас в жизни генетический код. Это программа, программа, причем, которая все время меняется, совершенствуется, наверное, а может быть, искажается. И вот какие-то такие вот программный продукт этот обладает свойствами нам неизвестными и непонятными. Даже если программный продукт написан людьми-программистами, нам не до конца понятен. Ну уж это тем более. Вот так вот. Ну, что я хотел этим всем сказать, что я успел рассказать вам за 25 минут. Что я хотел сказать? Хотел ли я вам сказать, что Бог есть, да? Или не хотел? Я хотел вам сказать, что гипотеза об его отсутствии совершенно не рациональна с точки зрения науки. Она постоянно сталкивается с противоречиями, постоянно нуждается в своем коренном обновлении. Ну как, мир вечен был такой вот, мир не сотворен, оказалось, мир сотворен. Да-да-да, мир сотворен, но Бога все равно нет. Это, по-моему, совершенно пустая уже попытка. После того, как мир оказался сотворен, отрицать причину его сотворившего бесполезно. Как ее называть там? Бог, Аллах. Это не принципиально уже. Это уже в другой области, в области религиозной, а не в области научной. Вот так вот получилось. Ну, что вам рассказать про эту науку? Про все наши знания, которые мы за 130 наших лекций попытались до вас донести. Наверное, разные были эти лекции, разные были знания. Не все знания вам оказались доступны и понятны, но мы старались как могли. Мы это, как говорится, весь коллектив, да? Весь наш коллектив старался объяснить вам, как могли. И, как говорит Станиславский, бывает задача, бывает сверхзадача. Вот у каждого, так сказать, действо. Наша телелекция, это тоже видеокурс, это тоже некое действо театральное, да? Есть задача вот объяснить, как работает атомный реактор, рассказать, как осадок в растворе, почему образуется. Рассказать, как устроены там членистоногие, да? Вот такая задача ставится. Рассказать, как передаются гены, да, как наследуются признаки. Вот такие были у нас задачи. А сверхзадача в чем? Сверхзадача может быть в том, чтобы доказать, что... Что доказать мы хотим? Что мы хотим вас посвятить? Мы хотим вам вот что сказать. Не надо делать из науки некую панацею от всех проблем. Вот в свое время человечество, вот как раз в годы моей юности, 60-е годы, прошло через такую вот уверенность, что наука может все. Ну, действительно, все разрушающие ядерное оружие было создано, как тогда казалось, все разрушающие. Человек вышел в космическое пространство, порвал путы земного тяготения, стал творить новых, выводить новых организмов, получать новые, значит, сорта яблок. Все это казалось, вот-вот и скоро начнется такой вот расцвет, расцвет техники, которая нам обеспечит счастливую жизнь. Действительно, мы как говорили, вот что такое счастливая жизнь, спокойная? Это когда человек не должен изнурять себя чрезмерным трудом, когда он сможет максимум времени тратить на то, чтобы самосовершенствоваться. Вот так мы вот ждали коммунизма, ну, ждали, ну, действительно, ждали, наверное, строить коммунизм, есть такой термин, но вот мы, наверное, мы, дети, его ждали, ждали мы коммунизм. Вот, что-то такое. Вот это действительно очень важно. За счет чего? За счет науки. Вот наука нам даст безбрежный океан энергии, наука обеспечит нас качественной пищей, наука решит все наши проблемы с болезнями. Вот мы будем хорошо, спокойно жить. А далекое коммунистическое будущее описал наш тогдашний замечательный писатель, палеонтолог, ученый Иван Антонович Ефремов. Вот, Иван Антонович Ефремов, так его положено было звать. Говорят, на самом деле он был Иван Антипович, якобы так вот. Сейчас недавно был его юбилей, и вот на юбилей сказали такую вещь, что отец его сменил имя Сантипа Антона, чтобы был логозвучней. Вот. Но вот Иван Антонович Ефремов, он описывал далекое коммунистическое будущее, когда изобилие всех проблем нам все решило, все есть у людей. Другие писатели, Станислав Лем, «Возвращение со звезд» такой был, тоже вернулся человек из дальнего космического путешествия, много лет прошло на Земле, и тут на Земле такая счастливая, спокойная, хорошая жизнь, все есть, все сыты. Ну, и какие-то там свои проблемы там у них появляются, там этих людей, да, вот такого. А вот с тех пор, как это все писалось, прошло 50 лет, наука выполнила почти все, техника и наука выполнила почти все, что обещала. Ну, почти все, за редким исключением. Рак не победили, но так больше по большому счету ничего не приходит в голову, что же обещали, такого, что не выполнили. И энергетическое изобилие, это, в общем-то говоря, есть. И производство новых материалов, в общем-то, есть. А проблемы в обществе почему-то не пропадают. Почему-то не угасла вражда племен, как говорил поэт, враждуют люди. Не пропала куда-то рознь между, значит, людьми разных, разного социального положения. И самое-то главное, все равно приходится работать. И не работать так вот, сходил там на работу на полчаса в неделю, а все остальное время саморазвиваясь. Потому что там автоматы, роботы, высокая производительность труда, термин такой был. Несмотря на то, что действительно производительность труда повысилась, производительность труда повысилась. Я как-то казенно, очень незвучно говорю эту фразу, мне очень жаль это. Вот. Повысилась производительность труда, но все равно работать мы рвемся. Заработать копейку, соответствовать какому-то уровню. Вот не прекратилась эта гонка. То есть наука не решила наших проблем. Мы все равно остались в том же мире, в котором были. Идет совершенствование человека. Мы перестаем быть такими грубыми, как были раньше. Цивилизация, как говорится, знание, мягкость нравов распространяется. Но наука точку ни в чем не ставит. Ни в своих работах, ни в совершенствовании общества. Не выходит общество на какой-то такой вот уровень. Наука хороша, точные науки хороши. Но это замечательное развлечение. Это замечательное развлечение и замечательный источник, в общем-то говоря, материальных выгод. Можно развлекающееся открывать какие-то свойства ядерной материи. Один советский ученый сказал такую фразу. Не помню, как его звали. Фамилию. Кто-то из великих. Он сказал так. Наука это способ за государственный счет удовлетворить свое любопытство. Ну вот удовлетворили ученые любопытство. Ну и попутно возникла, ну скажем так, атомная, ядерная энергетика. Попутно мы теперь объяснили, как работают звезды. Попутно мы узнали много нового о естестве, о сотворении мира. Да, вот до нас дошел этот слух. Наука никогда не отменит религию. Не знаю, может быть для кого-нибудь это и к сожалению. Но для религии всегда остается место. Для Бога всегда место есть. И причем его с каждым новым успехом науки все больше и больше. Потому что чем больше познанное, тем больше граница с непознанным. У нас вот так получается в нашей науке. Ну вот, исходя из заголовка нашего сегодняшней передачи, а наш сегодняшний заголовок, заголовок «Страх перед неведомым». Это страх перед неведомым, это как раз то, что заставило человека вот в этом страхе перед неведомым придумать гипотезу об отсутствии Бога, что не будет ему на том свете на орехи за его грехи. Вот и все. Вот и за счет этого страха и возникла так называемый научный атеизм. Нет в нем ничего научного, к сожалению. Он скорее антинаучен. И вообще атеизм – это одна из разновидностей религии. Не знаю, хорошо ли говорить про чужую религию плохо. Наверное, это не политкорректно. А я вот ведь сейчас сказал. Но атеизм же себя не считает религией, он считает себя некой наукой. А что это за наука такая, которая, например, в качестве единственного своего положения какое-то есть и постоянно доказывает, несмотря на то, что экспериментальные данные его опровергают. Давайте доказывать, что Земля плоская. Есть такие люди, говорят, в Америке, наверное, их можно назвать сектой, которые с помощью каких-то экспериментов попытаются доказать, что Земля плоская, что все эти вот фотографии из космоса – это фальсификация и так далее. Ну, надо же, есть такое общество плоской Земли где-то там в глубинке американской. Вот такие необыкновенные люди. Верятся в это с трудом. Но мы же верим в то, что существуют атеисты. Были кафедры научного атеизма даже. Может быть, где-нибудь сейчас и есть в каких-нибудь странах. Типа Южной Кореи или Китая, не знаю. Может быть, и остались кафедры научного атеизма. По крайней мере, вера в непознанное и в непознаваемое всегда останется. Было такое чувство, нам говорили так, вот западные люди, западные ученые, это нам в советское время говорили, они очень сильно зависят от чего? От общественного мнения, что ли, от какой-то официальной идеологии. Мало кто из западных ученых решится объявить себя атеистом. Вот они не объявляют себя атеистом, они говорят, что они агностики. Что значит агностик? Это агностик, это тот, который верит в непознаваемость, в конечную непознаваемость мира. То, что невозможно замкнуто, внутренне замкнуто и непротиворечиво, объяснить мир каким-то, так сказать, конечным способом. Мы все время будем что-то новое узнавать. Все время, еще раз повторюсь, будет оставаться место для непознанного. Где как раз и находится Бог. Оказывается, для Бога больше и больше, бесконечно много места есть, где можно упрятаться. А помните, как раньше, в 60-е годы, такие вот молодые существа, там девочки бабушкам с вами объясняли, бабушка, Бога нет, Гагарин в космос летал, он там Бога не винил нигде. И тут же бабушки придумывали анекдот, секретный анекдот, что якобы он летал, Гагарин в космос, и вернулся какой-то потрясенный, что он там видел. Ну, кто говорил Богу, кто говорил инопланетян, ну, это такие вот секретные анекдоты, да, можно так сказать. Секретные сплетни, секретные слухи. Кстати говоря, в ту пору, когда научный атеизм, вот он считал себя, считал, что он торжествует, появилось движение анти-атеистическое, тоже такое вот научное. Его называют иногда креационизм. Креационизм – это наука о том, что мир был сотворен. Был мир сотворен, и все живые существа были однократно сотворены. И вот эти вот креационисты, они настаивают на буквальном прочтении текстов, так сказать, Ветхого Завета. Текстов книги «Бытия Ветхого Завета» о сотворении мира в течение семи дней. Хотя все они, эти креационисты, читают Ветхий Завет в переводах. Ну вот я, например, читаю в русском переводе со старо-славянского перевода, который сделан был с греческого перевода, который сделан был с арамейского перевода, который был сделан с древнееврейского текста, который к тому времени, когда этот перевод делался, мало кто мог прочесть и понять. О! Видите, сколько раз переводили, сколько там могло возникнуть путаницы, сколько могло возникнуть понятий. Вот вам «пожалуйста», да? Вот вам «нати». Ну, стоит ли это воспринимать как анализ этих текстов, как некую науку? Едва ли стоит. Потому что это столько наслоений, тут возникло столько переводов. Ну, соответственно, современные англичане, американцы, французы, итальянцы тоже читают в более-менее современных переводах на современные западные языки. Вот как получилось дело. Так что вот эти креационисты кинулись доказывать, что мир сотворён совсем недавно, тысяч пять лет тому назад, они там как-то всё посчитали, что он существует немного совсем времени, что, значит, вот это был великий потоп, поэтому на горах можно найти там раковины морских моллюсков. Это вот они туда забрались и погибли. И вообще, вот как вот по слоям, вот замечали, внизу самые примитивные, так сказать, отложились формы. Вот когда земля треснула, оттуда полился кипяток, самые примитивные формы убежать не смогли, сразу погибли. Более ловкие там какие-нибудь амфибии подальше убежали, и там сварились. Самые ловкие были динозавры, они уже почти скарабкались, и тут их кипятком захлестнуло. Ну, это, конечно, какая-то история какая. Ну, вот. А последним был человек там, и они тоже сварились, но некоторые уплыли на ковчеге. Вот. Вот по этому кипящему морю. Ну, как-то это всё, больше всего, мне кажется, для развития атеизма сделали как раз вот такие вот креационистические рассказы, которые пытаются всё это дело свести к грубым механистическим объяснениям. Грубо-механистическим ему свести. С соответствием с книгой бытия, написанной несколько тысяч лет назад на древнееврейском языке. И переведённому много-много раз с тех пор. Вот какие вот истории. Так, что-то я вам хотел ещё хорошее сказать. Собственно, мало нам времени осталось, если я не вспомню, что я хотел хорошее сказать. Это и не очень страшно. Потому что самое хорошее, это то, что наука жива. Наука, наверное, никогда не умрёт пока из человечества. А человечество, к сожалению, не вечно. Вот знаете, вот одним из основных положений, скажем так, религиозных, было утверждение о том, что мир сотворён, и о том, что мир не вечен. Что мир рано или поздно погибнет, будет конец всех времён. Было начало всех времён, и будет конец всех времён. Про начало всех времён мы были после 1917 года проинформированы с помощью теории относительности, общей теории относительности Эйнштейна. А относительно в недавние времена был выяснен один совершенно необыкновенный парадокс. Да, Вселенная сейчас расширяется, но судьба Вселенной зависит вот от чего. От массы Вселенной. Достаточно ли массы Вселенной для того, чтобы в обозримой перспективе прекратилось расширение? Ну, у нас обозримая перспектива вовсе не обозрима, да? Мы можем до бесконечности заглядывать вперёд во время. Мысленно, конечно. Прекратится расширение, оно прекратится, значит, сменится притяжением, сжатием. И мир сожмётся всё более и более, в горизонт событий всё будет расширяться, расширяться, гравитирующая масса. Всё будет увеличиваться, увеличиваться. И мир сожмётся в точку. Плотность превысит бесконечность. Мир прекратит своё существование, потому что исчезнет пространство и время. Было начало пространства и времени материи, будет конец его. Но моё поколение было спокойно. Материи слишком мало. И вот стали учёные приглядываться в свои эти телескопы. И пригляделись. И есть, говорит, звёзды, которые образуют галлон нашей галактики. Они летают вокруг центра галактики, их много. Их много, но они редкие очень. Их за ними хорошо удобно наблюдать. Они, каждая из них, летает сама по себе. На неё действует гравитация, вот этот галактический диск. И, говорит, скорость их движения на таких больших расстояниях уж слишком велики. Они хороши были бы, не слишком, самый аккурат, считались бы, если бы масса галактики была бы раз в 5, в 7, может быть, в 10 больше той, которую ей можно приписать, разглядывая звёзды. То есть, исходя из массы звёзд, туманности, возможных планет. Вот этой массы не хватает. Есть какая-то, говорит, масса тёмного вещества. Нейтрины. Знаете, вот такие частицы есть? Нейтрино. Нейтрино. Нейтрончик. Я вам про них говорил как-то раз. Вот когда наша звезда горит, солнце, в ней, в Солнце, происходит термоядерная реакция. В ходе которых происходит и бета-распад. При бета-распаде испускается нейтрино. Нейтрино в Солнце испускается ровно столько же, их зарегистрировали на Земле, сколько на Солнце, сколько должно быть, исходя из энергии, производимой Солнцем. В один прекрасный момент, или вернее, в один ужасный момент, термоядерные реакции в Солнце должны прекратиться. Ну, ясно, ничто не бесконечное. Всё проходит, как говорил царь Соломон. Должны прекратиться. В этот момент наши физики в своих нейтринных обсерваториях, на дне озера Байкал, может быть, в Баксанском ущелье, где-нибудь за границей, поймут, что нейтрино перестали с Солнца приходить. Нет нейтрин на Солнце. Перестало работать Солнце. И у человечества будет ещё пара тысяч лет, чтобы в условиях вот этого Солнца начнёт, будет греть нас ещё запасённым теплом, но Солнце начнёт сжиматься, бурлить, выбрасывать огромные продуберанцы, которые могут снять с орбиты целую планету, скажем так. И вот в условиях этих двух-трёх тысячелетий, что нам останется, человечество должно будет придумать способ переселиться к другой звезде, в другую звёздную систему. Ну, так вот, звезда наша такая, как наша, горит несколько миллиардов лет. До конца света человечество ещё может сменить десяток звёздных систем. И вот где-нибудь на десятой звёздной системе, которая попадёт под это вот всемирное сжатие, через там 40 миллиардов лет, к примеру, да, будут вспоминать, что вот когда-то, 40 миллиардов лет назад, это когда мы жили на Земле минус 10, наверное, они будут в это время считать по этим фазам, Земля минус 10, вот тогда-то была там, значит, были мировые религии вот такие-то, вот. И вот они, может быть, и доживут до этих миллиардов лет. Да, вот как тогда предсказали конец света, так вот он и есть. Всё небо в алмазах мы видим, потому что звёзды сблизились, расстояние между ними маленькое. Сейчас это вот звезда, приближающаяся к Солнечной системе, сожжёт нас, и всё, вот на звезда полынь ваша, да. Ну, вот такие вот дела. Вот нарисовал такую скучную картину, но будет это ещё через 40 миллиардов лет, а может быть и позже. За это время человечество сменит десяток звёзд, да, вот переезжать будем. С одной прогоревшей звездой на другую, с одной головешки на другую. Время кончилось нашей передачей. Но наука развивается, замечательно идёт она. Верьте в науку, любите науку. Относитесь к ней с уважением, даже если вы не учёный-естественник. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok